Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Я хотела бы сказать пару слов о том, как сохранить самое важное на первом месте. Вы не против? Во-первых, я хотела бы еще раз напомнить всем нам, что на небе есть Бог, который любит вас и ценит вас. Любит и ценит вас. Любит и ценит. Иногда нам, людям, сложно это принять. Господь, где мое место? Вписываюсь ли я сюда? Мы как раз вчера говорили о том, что иногда мы оказываемся в новом окружении. В моей жизни было время, когда послал меня в новое окружение, а кто-то спросил, «Думаешь, ты туда впишешься?» Меня тоже начало это мучить. Я проработала 8 лет в одной прекрасной церкви, и вдруг я начала думать, «А я туда впишусь?» И я таки вписалась. Я пережила, где же мое место. А Бог сказал, «Просто оставайся там, где ты есть. Ты прекрасно подходишь для этого места». Мне нужно было дожить до 56 лет, чтобы понять, что многие вещи не имеют никакого значения. Я попала в коллектив, где все девушки были худышками, а я никогда не была худышкой. У меня 56. Я периодически становлюсь на беговую дорожку, стараюсь питаться правильно, и этого уже достаточно. А еще я заметила, что с возрастом люди меняются. У меня есть соседка, миссис Вайтхорс. И я постоянно привожу ей сладости. А все потому, что моя 98-летняя бабушка обожает сахар. Каждый раз, когда я еду к ней в Австралию, то это всегда шоколадные эклиры, шоколадки и так далее. И я приезжаю и отдаю все это моей соседке. Она говорит, «О, вы так добры!» А я думаю, «Вам 90, и вы можете есть все, что угодно!» Не думайте о диетах. Если вам 90, то у вас все хорошо. Нас часто волнует вопрос принятий того, где же наше место. А Бог думает, «Можешь просто переставлять ноги, и тогда ты найдешь свое место, оно совсем рядом!» Помните Марию и Марфу. И сегодня мы рассмотрим несколько случаев с участием Марфы. Прекрасная Марфа. С кем вы себя ассоциируете? С Марией или с Марфой? И если честно, то я больше похожа на Марфу. Что же Писание говорит о Марфе? Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. Возможно, Марфа была старшей сестрой, и поэтому она была ответственной. Она хотела убедиться, что все в порядке, и быть по-настоящему гостеприимной. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала Его речи. Марфа же хлопотала о большом угощении. Она подошла и сказала, «Господин мой!» И я бы тоже так сделала. «Господь! Тебе что, все равно? Алло! Я там, а она здесь. И она ничего не делает. Ничего! Я вижу себя в ней. Господин мой! Тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла. О, Иисус! Скажи ей, чтобы она помогла мне! Правда, иногда нам кажется, что мы абсолютно правы, и наш взгляд на вещи единственно правильный. «Марфа! Марфа!» Сказал ей в ответ Господь. «Если ваше имя произнесли дважды, то это «Ой!» Представляю себе и вот он. Марфа! Марфа!» Сказал ей в ответ Господь. «Ты заботишься и хлопочешь о многом. Это культура 21 века. Мы переживаем о слишком многом. А нужно только одно. Вот Мария выбрала себе лучшее. Этого у нее не отнимут. А откуда Мария знала, что так правильно? Вы когда-то были в ситуации, где все, кроме вас, все понимают. Помню, как я училась в средних классах. Я была старше в семье, у меня не было старшей сестры или брата. Забавно, какие случаи с детства застревают в нашей памяти. Итак, мои родители получили список необходимых вещей. А в Австралии в государственных школах носят форму. Есть целый дресс-код, какие свитера можно надевать, колготки и так далее. Также в списке было указано, какие сумки можно с собой приносить. У меня не было старших братьев или сестер, и не у кого было спросить. Но в письме из школы было сказано о коричневых кейсах. У нас есть фото. Да, это он. Понимаю, что некоторые из вас сейчас думают. Ого, как круто! Это же винтаж! 45 лет назад в этом не было ничего крутого. Абсолютно ничего крутого не было в этом кейсе. Это было написано в письме со школы, и мы с моей подругой, которая тоже была старшим ребенком в семье. А в Австралии первый день учебы всех детей собирали в школьном кафетерии. Он, правда, на улице, а не в помещении. Все дети собирались там, и я помню, как я смотрела сквозь школьный забор и думала, «Боже, какие эти дети большие!» Когда переходишь в новую школу, кажется, что ты немного меньше всех остальных. И вот мы пошли в школу с нашими сумками и поняли, что таких сумок нет больше ни у кого. У всех были классные сумки, а у нас с подругой были эти чемоданы. Это был такой позор, что хотелось спрятать их под одежду. Мне хотелось прикрыть его или отойти в сторону и сделать вид, что это не мое. Интересно, кто пришел с такой сумкой? Точно не я. Вы когда-то были в ситуации, когда вы думали, а откуда они знали, как нужно? Почему все вокруг знали, а мы с моей подругой нет? Я пришла домой и сказала, «Мама, мне нужна новая сумка для школы!» А она ответила, «Нет, не нужна!» И мне пришлось ходить в школу с той сумкой. И мне было совсем не весело. Марфа, откуда же Мария знала? Откуда Мария знала, что будет правильно? Иисус сказал, что нужно только одно. Мария поняла это, и это не отнимется от нее. Что же поняла Мария? Что нужно только находиться рядом с Иисусом. Итак, представьте, Иисус был учителем. И в той комнате были собраны только мужчины. В какой-то мере Марфа была права. Не очень хорошо, если женщина сидит в комнате, где одни только мужчины. Она была уверена, что Иисус точно отправит Марию к ней на кухню. Но Он этого не сделал. И тогда мы так сильно отвлекаемся и расстраиваемся из-за того, что на самом деле не имеет значения. На это Рождество мы поехали покупать елку. А у кого из вас искусственная елка? А кто покупает живую елку? Я обожаю Рождество и елки. И вот мы поехали на елочный базар, чтобы купить елку. У меня есть свое место, куда я обычно ставлю елку. Вы меня понимаете. Вы украшаете дом и ставите елку в то место, которое кажется вам наиболее подходящим. Верно? И вот мы поехали на елочный базар. Это не ферма, но это прекрасное место, где каждый год продают елки. В этом году мы поздно собрались. Иногда так бывает. И выбор был уже не таким большим. Стив был там со мной, потому что, если ваши дети уже в браке, то они приезжают к вам по очереди. В этом году была наша очередь, и у нас собирались все дети и внуки. И Стив говорит, а давай купим очень большую елку. И вот он смотрит на елку, высота которой 4 метра. В некоторых местах потолки у нас высокие. Но я была против, потому что понимала, что тогда елка будет стоять не там, а где я хотела. А он говорит, нет, это будет классно, соберется вся семья, поэтому давай эту елку возьмем. Стив, а ты уверен, что она поместится в нашем доме? Да, я знаю высоту потолков. Она у нас поместится. Ладно. Елку погрузили в машину, а потом мы со Стивом пытались занести ее в дом. Четырехлитровая елка – это огромная тяжелая елка. Я приготовила место в углу, и, конечно же, она туда не поместилась. И вот мы пытаемся решить, где же ее поставить. И прямо посреди разговора Стив поднимается и ходит в сарай. И я подумала, о нет, нет, что происходит? Что сейчас будет? Что происходит? И вот он возвращается из сарая с небольшой пилой. У нас четырехметровое дерево. Сейчас будет весело. И я начала смеяться. Я не могла остановиться. Это было похоже на кино. И вот он поднимается на лестницу и включает пилу. Это была электрическая пила. И он говорит, Джош, поддержи меня. Джош отвечает, я и близко не подойду. Ты на лестнице у огромной елки с пилой в руках, да еще и с электрической пилой. И Стив решил все сделать сам. Конечно же, у него ничего не вышло. И мы поняли, что она помещается только в центре комнаты. И я и не думала, что Стив сможет как-то исправить ситуацию, и что елка поместится. У нас есть фото. Вот наша елка. Посмотрите. Хорошо, ничего не скажете, да? Я была немного расстроена. У нас соберется вся семья, и как все это будет. Да, там эта елка оставалась все праздники. Мы ее нарядили, сложили вокруг нее подарки. Знаете, что я поняла? Это совсем не важно. Нам просто пришлось больше обходить в этой комнате. Мы просто обходили эту елку. Но ничего же страшного в этом нет. И все были довольны. И знаете, всем детям все понравилось. И эта елка выстояла. И что я могу сказать? Это была действительно прекрасная елка. Но можно было зациклиться на том, а где же будет стоять елка? И вы просто не можете не думать об этом. А Иисус сказал, что важно всего лишь одно. И Мария поняла это. Она у моих ног. Она понимает, кто сюда пришел. И она пришла подготовленной. Она понимает, насколько ее любят и ценят. Да, конечно же, еда важна. Но она не так важна, как сидеть у ног Иисуса. Иисус очень высоко ценит нас, женщин. Я слушала одного британского теолога. Он говорил о сложной теме. Могут ли женщины учить в церкви и других подобных вещах? Он так прекрасно сказал. Вы действительно думаете, что Бог мог запретить женщинам учить? Вспомните гробницу Иисуса. Мария пришла к гробу Господа. Она пришла, потому что Иисус Христос был распят. Там она встречает ангела, который говорит, «Ты его здесь не найдешь. Он воскрес». Все Евангелие держится на том факте, что Иисус Христос воскрес. И кому же первому Бог доверил это известие? Женщине. Пойди и расскажи. Пойди и расскажи. Пойди и расскажи. И мне это очень нравится. Во-вторых, я хотела бы поговорить о том, что мы должны любить Бога всем. Спасибо за то, что вы не только посещаете эту конференцию, но вы все еще и очень внимательны. Но я хочу напомнить вам, кто еще есть в этом зале. Господь Иисус, приди. Дух Святой, приди. Когда ты приходишь, все остальное не имеет значения. Когда я в огне, то я знаю, что ты стоишь рядом. Ты всегда рядом. В-третьих, мы должны быть женщинами, в которых развито сочувствие и эмпатия. Эмпатия – это способность понимать и разделять чувства другого человека. Сочувствие – это когда мы способны разделить печаль, боль или сожаление. Эмпатия – это когда вы ставите себя на место другого человека. Эмпатия – это более глубокое чувство, чем сочувствие. Эмпатии нужно учиться, хотя мы и способны на нее. Это то, о чем мы должны задуматься намеренно. Это может быть так просто, как не осуждать кого-то. Несколько месяцев назад я побывала на одном мероприятии. Там выступали невероятные женщины. И там была одна женщина. Люди постоянно шушукаются. К сожалению, даже среди христиан. «Господь, помоги нам справиться с этим». Когда я приехала туда, то не знала, что она будет там, но услышала шушукае. За обедом мне довелось сидеть рядом с ней, и она оказалась просто невероятной со своей невероятной историей. Смиренная и прекрасная. Для меня это стало очередным уроком. Я поняла, что пока вы не поговорите с человеком, пока не окажетесь в его ситуации, не поставите себя на его место, то вам просто сказать, «А вы слышали? А вы знаете, что случилось?» Если бы вы были с тем человеком в той ситуации, вы ничего тогда и не знаете. Вы ничего не знаете. После этой встречи я поняла, «Господь, помоги нам быть лучше, не делать поспешных выводов и забрасывать людей грязью, если мы никогда не были на их месте. Сложно поставить себя на чье-то место». Эмпатия – это сложная эмоция, но именно так делал Иисус во время, когда был на земле. И Он все еще продолжает так делать. В мае прошлого года, 31 мая, наш город был взбудоражен из-за ужасной перестрелки. Ужаснейшей. Возможно, в вашем городе тоже была перестрелка, и вы знаете, как это страшно и ужасно. Это худшее, что может случиться. Стрелявший был убит. Но в тот день 12 невинных людей вышли на работу в муниципальный центр Бирджиния Бич. Они вышли на работу. Это была обычная пятница, но они так и не вернулись домой. На той неделе мы как раз собирали специальное пожертвование для церкви. Помню, как наши старейшины собрались вместе. Мы хотели собрать пожертвования для церкви, но мы решили, что нам нужно как-то отреагировать на эту ситуацию. И мы пожертвовали каждой семье по 10 тысяч долларов. Я рассказываю вам об этом не для того, чтобы похвастаться. Я хочу сказать, что в тот момент мы поняли, что это будет единственно правильной реакцией. Наша ответственность поддержать эти семьи, которые потеряли своих близких. В такие моменты вы понимаете, что действительно важно. И мне выпала честь, это действительно большая честь, посетить некоторые из этих семей и отдать им чек. Одна из семей – это афроамериканская пара, которая лишилась своего сына. Кстати, они живут совсем рядом с нами. Мы никогда с ними не встречались и ничего не знали о них. Бог поместил нас в этом городе рядом со всеми этими людьми, и нам нужно немного проснуться. И я пришла к этой семье через пару недель после трагедии. Я пошла в их дом. Они были очень милыми. Мы немного поболтали. Я не знала, что сказать. Вышла мама Райана, так звали погибшего парня. И я просто обняла ее, и я спросила, «А как вы поживаете?» И сразу же побежали слезы. Я сказала, «Мне так жаль». Прекрасные люди. Прошло несколько месяцев, и мы со Стивом решили пригласить эту пару на ужин. Мы выбрали ресторан, который им нравится. Мы сделали это, чтобы показать, что мы о них не забыли. Их сын Райан увел людей в безопасное место, а когда пошел спасать других людей, его подстрелили. То есть их сын погиб как герой. Мы приехали в ресторан чуть раньше и ждали их. Когда эти родители, а они немного старше нас, вошли в ресторан, на их лицах были широкие улыбки. Мы поужинали с ними. Говорили об их сыне, и отец Райана, Оуэн, сказал, «Спасибо за то, что вы проявили эмпатию к нам». Он сказал, «Многие люди просто сочувствуют нам, но вы разделили это с нами. Если честно, мы не сделали ничего особенного. Мы сделали лишь то, что могли». Но он сказал, «Спасибо за проявление эмпатии к нам. Спасибо за то, что были рядом». Если вы переживали какую-то трагедию, то знайте, что люди не из плохих побуждений немного отдаляются от вас. Мы хотели показать им, что не оставляем их. Оуэн даже пригласил Стива выступить в их церкви. А я общалась с мамой Райана Максим, милейшая женщина. Я думала, что мы будем утешать их, но мы ушли оттуда измененными. Это стало для нас вызовом. Пообщавшись с этой парой, которая пережила самое страшное в жизни, мы увидели, что они все еще доверяют Иисусу Христу. Они сидели у Его ног. И они знали, что хотя они не все понимают, Он в этом огне вместе с ними. Он поддерживает их посреди этой бури. Невероятные люди! Они прошли через огонь, но от них совсем не пахнет дымом, никакой горечи или злости, а только надежды на Иисуса. Это так сильно! Во второй раз мы видим Марфу, когда ее брат умер. Помните, она послала ему сообщение? «Приди, пожалуйста! Если ты придешь, с ним будет все хорошо!» Но Иисус остается там, где он был, и выходит на два дня позже. А когда он пришел, то Лазарь умер. Мы знаем, что ты можешь исцелять людей, но тут ты уже не поможешь. И вот Марфа слышит, что идет Иисус. Марфа бежит Ему навстречу и говорит, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» А Иисус отвечает, «А ты веришь в то, что твой брат воскреснет?» «Да, верю!» Но в своем разуме она думает, «Да, в последнее время Он воскреснет!» Иисус спрашивает, «Марфа, ты веришь?» Она говорит Ему, «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир!» Иисус подходит к гробу и видит, что люди там плачут и скорбят. В тот момент Иисус тоже заплакал. Он заплакал. Эмпатия. Он пришел туда не только, чтобы совершить чудо. Он пришел туда, потому что понимает чувства тех людей. Им больно. Он проявил к ним эмпатию, и Он призывает нас быть такими же. Я хочу, чтобы вы также поступали в этом мире с вашими соседями, с вашими коллегами. Если вы посмотрите по сторонам и зададите несколько вопросов, то поймете, что у этих людей просто невероятные истории. проявляйте эмпатию, плачьте и смейтесь. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас, но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам!